В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Более тысячи одиннадцатиклассников получили аттестаты в Ленинском городском округе. Наших выпускников 60. Достижения достаточно большие. В историко-культурном центре наградили медалистов и выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Если родители не смогли меня научить учиться, то, наверное, я бы так не смог. Видновские мотоболисты в рамках чемпионата России 2023 года сразились с командой «Комета». Первые четыре команды после двухкругового турнира разыграют четыре финальных турнира. Это называется «Пли-офф». В Ленинском городском округе более тысячи одиннадцатиклассников получили аттестаты. Церемонии вручения прошли во всех школах муниципалитета. А после официальной части виновники торжества отправились на главный выпускной бал – во дворец «Спорта Видное». На праздничные мероприятия были приглашены и наши съемочные группы. «Мы как одна большая семья», признаются выпускники видновской школы номер пять. За годы учебы ребята с легкой грустью и нежностью вспоминают самые яркие и волнующие события. Очень теплые воспоминания. Я очень рада, что я училась, и то, что я испытала очень много чувств, эмоций. Я научилась дружить, я научилась любить, я научилась работать в команде, поддерживать. И это безумно важный толчок в будущий новый жизненный этап. Не зря говорят, что школа – это второй дом. Действительно, за эти 11 лет я очень-очень привыкла к школе. Все стали уже родными. И поэтому каждый год, наверное, буду посещать всех. Уже вот учительница как мама стала. О будущем вчерашние школьники говорят уверенно. Кто-то уже определился с профессией, а кто-то хочет попробовать сразу несколько направлений. Самое, наверное, главное на этом этапе – определиться правильно со своей будущей профессией, с выбором вуза, поступить в этот вуз. Ярких побед вам в ваших начинаниях. И я хочу, чтобы вы научились и умели любую свою проблему, а не будут возникать, превращать в задачи и решать успешно эти задачи. Одним из главных атрибутов праздника неизменно остается вечерний наряд. Молодые люди традиционно в строгих костюмах, а образы выпускниц поражают воображение. Варвара Барановская выбрала шифоновое платье нежного лавандового цвета. Рассказывает, окончательно определиться с выбором было непросто. Это было тяжело. Долго не могли выбрать, в интернете смотрели. Но в итоге поехали по магазинам уже. И вот первая его увидела, померила и все. Его купила и больше ничего не мерила. Поздравить ребят с окончанием школы приехали почетные гости. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин и депутаты Совета депутатов. Наши педагоги, ваши родители, ваши семьи сделали все для того, чтобы подвести вас к этому пути и чтобы на этом старте вы сделали без фольт-старта красивое движение вперед. Зарешите пожелать вам в дальнейшем терпения, пожелать вам удачи. Пожелать, чтобы в дальнейшей жизни, в школе жизни, были такие же учителя, которые окружали, доброжелательные учителя, которые окружали вас в этих стенах этой школы. Продолжился праздник во Дворце Спорта Видное. Уже несколько лет подряд здесь проходит выпускной бал для всех 11-классников округа. Вообще я не ожидала, что здесь делают так здорово, правда. Я подумала, ну приедем, как-нибудь потанцуем. Но я когда вошла с автобуса, я приехала на автобусе, я вот так с такими глазами просто смотрела, думаю, аааа, как тут круто. Еще и вот эти всякие неоновые подсветки, памятники. Очень здорово, очень стильно. И я просто благодарна, что такую красоту сделали. Особое внимание было уделено выпускникам, сдавшим единые государственные экзамены на 100 баллов. Те результаты, которые показали дети, они просто сумасшедшие. То есть есть и 98, и 87, и великие результаты по химии. Да, их немного, но этот выпуск очень сильный. Наши школы в этом году. И я горжусь им. Наших выпускников 60. Достижения достаточно большие. У нас 5 медалистов. Сто бальников пока нет, но есть к чему стремиться. Для ребят была подготовлена большая развлекательная программа. Музыкальные и танцевальные номера показали участникам бала творческие коллективы округа. Вчерашние школьники веселились от души, танцевали и немного грустили, прощаясь со столь важным и значимым этапом в жизни. Вы выросли дети. Вы взрослыми стали. И мы сегодня от всего сердца поздравляем вас с этим. Мы радуемся с вами. Мы волнуемся за вас. Мы верим в вас. Вы долго шли к тому, чтобы сегодня насладиться получением своих аттестатов и переступить ту черту, которая отправляет вас в новую взрослую жизнь. Ребята, с праздником вас! Еще одним подарком для выпускников стал праздничный фейерверк. А вечер завершился зажигательным концертом и дискотекой до утра. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ну а в историко-культурном центре чествовали медалистов и выпускников, набравших 100 баллов на единых государственных экзаменах. Пока награды получили 25 юношей и девушек. Ожидается, что их число вырастет в разы после проверки всех работ по ЕГЭ. Более 50 гостей собрались в историко-культурном центре на торжественном чествовании медалистов и 11-классников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Сами выпускники, их учителя, родители надолго запомнят этот день. Ведь испытания успешно пройдены. Впереди новый неизведанный мир возможностей и свершений. Сегодняшний успех – это колоссальное конкурентное преимущество, потому что с этими баллами, со своими знаниями, вы можете выбрать вуз, в который вы хотите учиться. Вы можете получить ту профессию, в которой вы хотите реализовываться и реализоваться, чтобы стать прекрасным специалистом, человеком, гражданином. Медали из рук главы муниципалитета Алексея Спаскова получили 18 юношей и девушек. Но это только начало. Ожидается, что после проверки всех работ по ЕГЭ заслуженные награды за отличную учебу получат еще 54 выпускника. Количество медалистов у нас стабильно. В прошлом году у нас было 74 выпускника, награжденных медалью сейчас 72. Со стубальными результатами чуть-чуть сложнее. В прошлом году у нас было 12 стубальных результатов, сейчас пока 7. Но еще не все результаты пришли, еще ждем английский, ждем информатику, биологию. Будущий географ, а ныне выпускник Витненской школы номер 2 Сергей Иванов признается, заветная медаль далась нелегко. Отличником я стал только в этом году. Хоть каждый раз стремился, но всегда были иногда четверки, иногда по русскому, литературе. Но в этом году все получилось, в итоге я стал отличником, медалистом. Я себе поставил цель, ну конечно, благодаря родителям, благодаря учителям, потому что, ну если бы родители не смогли меня научить учиться, то, наверное, я бы так не смог. Выпускница Витненской гимназии Надежда Раченкова, мечтающая стать юристом, поделилась своей формулой успеха. Это самодисциплина и поддержка семьи и друзей. Иногда было и очень тяжело, но в то же время я научилась получать от этого удовольствие, поэтому все шло достаточно легко и просто. Ну а будущий биотехнолог Ярослав Лысенко из Луганской области в российской школе учился только последний год. И, несмотря на трудности, смог получить заветную золотую медаль и хорошие результаты на ЕГЭ. Поначалу было сложновато, так как обучение было на другом языке совсем, но вот в первую очередь благодаря педагогам со школы, которые предоставляли большое количество дополнительных занятий, помогали в принципе с обучением, объясняли. Я уверен, если бы не их помощь, то я бы не смог бы написать на высокие результаты. Также благодарственными письмами наградили семь выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Ребята блестяще сдали химию, литературу, историю и русский язык. Но, как и в случае с медалистами, количество 100-бальников будет расти по мере проверки работ единого государственного экзамена. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. С 2023 года Всероссийский День молодежи празднуется в последнюю субботу июня. Активные и талантливые жители округа отметили это событие. Участием в поэтическом проекте «Стихи живут повсюду». День молодежи в 2023 празднует свой 30-летний юбилей. Но отмечать его начали гораздо раньше, еще с советских времен. В Ленинском округе торжества обычно проходят масштабно. Активные и веселые парни и девушки демонстрируют таланты. В рамках проекта «Стихи живут повсюду» выпускники и волонтеры прочитали лирическое произведение Олега Милявского. Колышет березоньку ветер весенний, Веселой капелле доносится звон, Как будто читает поэму Есени Про землю, в которую была влюблена. Про белые рощи и ливни косые, Про желтые нивы, взлет журавлей, Любите Россию, любите Россию. Для русского сердца нет места милей. Нам русские песни с рождения пели, На свете России в пути обнимал. Когда вся Россия надела шинели, Нередко бывало солдат вспоминал. И белые рощи, и ливни косые, И мысленно детям своим завещал, Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Кто Россию рожденный, В Россию влюбленный, То тот донит сердце и душу свою, Про дни величавый, Склоняюсь в поклоне, О ней, о России я песню пою, Про белые рощи и ливни косые, Про желтые нивы и радость весны. Любите Россию, Любите Россию, И пути России навеки верны. Это уже 48-й выпуск проекта. Впереди новые встречи с творческими людьми И замечательные поэтические строки, Которые снова напомнят о том, Что стихи живут повсюду. Галина Житкова, Гульнар Балаева, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» состоялся Очередной мотобольный матч В рамках чемпионата России 2023 года. Витнамские спортсмены встретились С командой «Комета» из станицы Кущевская Краснодарского края. О результатах игры расскажет Юлия Погатьян. У «Металлурга» есть важное правило. Проходных игр нет, А значит, любая команда может преподнести сюрприз. К каждому матчу видновчане готовятся ответственно. В этот раз лучшему клубу страны С более чем 50-летней историей Предстояло сразиться с «Кометой» Из станицы Кущевская Краснодарского края. «Комета» растет, малая хорошая команда, кстати. Приятно, приятно. Это уже непроходная команда, непроходная. Я думаю, они сейчас будут в этом году четвертое место могут вполне занять. А четвертое место, это они, значит, попадают в финальную группу. Первые четыре команды после вот этих двухлугового турнира Разыграют четыре финальных турнира, так называемые «Пли-офф». И вот один из наших турниров, он в каждом городе будет по турниру. Поэтому Кущевка претендует. В тройку навряд, на четвертое вполне могут занять. Несмотря на пасмурную весь день погоду, К вечернему матчу облака развеялись и выглянуло солнце, Что привлекло на стадион десятки болельщиков. Среди них внучка легендарного игрока, А позже тренера Владимира Серебрякова. Всю жизнь посвятил мотоболу, соответственно, И мы были тоже частью данного вида спорта. Прекрасная, очень интересная игра. Для «Металлурга» это уже седьмая игра в рамках чемпионата России 2023 года. Как мы помним, в начале сезона в команде произошли сильные изменения. Теперь в составе много молодежи, в том числе среди вратарей. Пока не в основе, но стремится в нее попасть Илья Дергунов, Отец которого когда-то и сам играл за Видновский клуб. Сейчас судит матчи. Вот такой семейный подряд. Хотелось бы стартов в составе уже заиграть и показать хороший уровень. И дать старшим отдохнуть, чтобы мы тоже могли посидеть. И мы, молодые, выступили хорошо. Посмотреть на перспективную молодежь пришел президент Федерации технических и военно-прикладных видов спорта, общественный деятель Николай Радченко, который в 70-х годах в Видное попал именно благодаря мотоболу. Приехал на чемпионат. Играл тогда, кстати говоря, за станицу Кущевская. А после уже никуда не уезжал. Остался выступать за Металлург. Проиграл мало, потому что после того, как я возглавил сборную России по мотокроссу, после окончания института, я из мотобола ушел. И занимался тренерской деятельностью. Но, тем не менее, до сих пор мы вас идем на матчах, и вы проявляете заинтересованность. То есть осталось какой-то вот... Это уже как бы навсегда, потому что с этим связана жизнь. Особенно самые лучшие молодые годы. В этот раз комете сильно не повезло. Команду подвела техника, и почти весь третий период на поле оставались лишь два игрока. Итог – всего один забитый гол в ворота Металлурга, который, в свою очередь, закатил противнику 8 мячей. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok